Продолжение следует... Как всегда, из папки «Ресурсы». Находится она под значком «Папки». Если вы на него нажмете, откроется список всех доступных ресурсов. Среди них презентация, которая называется «Мобильное устройство». В течение вебинара вы можете ее себе сохранить на компьютер, если это необходимо. Ну и так, обратимся к сегодняшней теме нашей встречи. Наверное, не секрет, что и в школе, и в библиотеке мобильные устройства чаще всего воспринимаются на мероприятиях как что-то лишнее, и мешающее проведению. И тогда возникает вопрос, а нельзя ли задействовать эти мобильные устройства, попробовать их использовать на мероприятиях? Как это можно сделать? Я предлагаю сегодня вам посмотреть несколько не очень сложных технических решений, как можно использовать мобильные устройства в работе библиотеки, и в повседневной деятельности библиотекаря, и в работе с читателями. Давайте начнем с того, что представим, что мобильные устройства есть в руках у наших читателей, и как можно их задействовать во время мероприятия при посещении библиотеки. Самый простой вариант, который сейчас можно предложить, это, например, создание различных интерактивных викторин, на которые участники будут отвечать с помощью своих мобильных устройств. Сервисов для создания таких мобильных викторин сейчас достаточно много. Я вам покажу 5 разных инструментов, может быть, какие-то из них вам уже знакомы, известны. Если вы с чем-то уже работали, то можете в чате, как всегда, делиться своими впечатлениями и мнениями по тому или иному сервису. Ну, а для тех, кто не знаком, я расскажу о плюсах и минусах каждого инструмента. Давайте начнем с первого сервиса, который, наверное, дольше всего работает на рынке мобильных технологий – сервис Kahoot. Он продолжает удивлять, в нем появляется все больше и больше интересных функций. На данный момент этот сервис позволяет создавать интерактивные викторины в четырех видах. Это обычная традиционная викторина с выбором правильного ответа. Это игра, где нужно расставить по порядку какие-то элементы. Можно с помощью этого сервиса сконструировать обсуждение с помощью мобильных устройств и опрос. Есть пошаговая подробная инструкция по работе в этом сервисе. Собственно, он, хотя и на английском языке, но достаточно несложный. Для того, чтобы создать викторину, нужно заполнить вот такой шаблон. Таких шаблонов будет несколько в зависимости от того, сколько вопросов будет в вашей викторине. В нужные графы вносим сам вопрос. Устанавливаем лимит времени на обдумывание этого вопроса. По умолчанию 20 секунд, и можно увеличить. Далее заносим вариант ответов и галочкой отмечаем, какой из них верный. К каждому вопросу викторины вы можете добавить картинку или даже маленький фрагмент видео. И тогда игра будет интереснее. Как работает этот сервис? Для начала вы создаете такую викторину на обычном сайте, в браузере у себя. Создать викторину достаточно просто и быстро. После этого вы сохраняете ее в личном кабинете. И вот теперь начинается самое интересное. На мероприятии в библиотеке вы запускаете ее на большой экран. Как это выглядит? Вот, например, викторина с левой стороны так, как она выглядит на экране, а с правой стороны так, как она будет выглядеть на смартфонах участников. Участники викторины со своих смартфонов заходят в виртуальную комнату. Сама система вам номер этой комнаты сгенерирует и выведет на экран. Вы с помощью проектора выводите изображение на экран, участники переходят по ссылке, вводят код и попадают в виртуальную комнату. Теперь они начинают участвовать в викторине. На экран выводится сам вопрос и варианты ответов. А вот у участников на смартфоне только ответы. Нужно выбрать подходящий по цвету и нажать на него. После этого автоматически сервис начислит очки за правильные и неправильные ответы. Вот таким образом будет и того на экране, когда все участники ответят, будет показан правильный ответ, а на смартфоне игрока будет указано, ответил он верно или неверно, и количество баллов, которые он за это получает. Игра проходит достаточно быстро и динамично. Кроме того, у сервиса сейчас появилась еще одна функция командной игры. Если у вас у читателей не у всех есть смартфоны, а поиграть хочется всем, то можно создать команды. На одну команду приходится один смартфон. В этом случае сервис будет давать время для обсуждения. Несколько секунд команда обсуждает, а затем начинает с одного смартфона голосовать за правильный ответ. Вот таким образом работает. Очень красочный, интересный сервис и хорошо работает в молодежной и в детской аудитории. Еще один сервис – Гвизалайз. Здесь уже не обойтись без ссылок. Я вам периодически в чат буду что-то добавлять. На мой взгляд, интересно. А вы можете прямо по ссылкам переходить. Не обязательно для этого мобильное устройство использовать. Вы можете прямо в браузере сейчас попробовать. Большинство ссылок именно там и работает. Спасибо большое нам методичку пока хуту предложили. Спасибо за дополнение. Ну, а вот вам ссылка на сервис Гвизалайз. Это ссылка на сам сервис. Сейчас я вам код игры сразу заранее пришлю, а потом поясню, что со всем этим можно сделать в данный момент. Итак, смотрим. Гвизалайз – это тоже интересный сервис на английском языке, но тоже не очень сложный. Позволяет тоже создавать мобильные викторины. Принцип все тот же. Вы в конструкторе создаете необходимые вопросы, добавляете к ним, как видите, картинки, выделяете правильные и неправильные ответы. Можно добавлять еще пояснения к вопросу. Кроме того, если у вас какая-то математическая викторина, это больше, наверное, для учителя интересно, но, тем не менее, есть еще и математический режим для различных задачек, например, математические символы. Кроме того, можно еще и озвучку добавить. Есть кнопка «Добавить аудио». После того, как вы этот конструктор заполнили, вы точно так же, как и в Кахуте, можете эту игру проиграть. В чем плюсы Квизалайза? Кроме того, что он работает в онлайн-режиме, он еще работает и в режиме «Домашнее задание». И вы можете дистанционно эту ссылку рассылать своим читателям, и они могут из дома играть, не обязательно присутствовать в библиотеке. Вот, пожалуйста, если вы сейчас перешли по ссылке, то можно попробовать сейчас поиграть в игру. Она у меня выставлена как «Домашнее задание» в данный момент. По этой ссылке нужно ввести код игры, который зайти, во-первых, нужно на сайт, который называется ZZISH. ZZISH. Дальше ввести код игры. Вот я его в чате вам продублировала. WFX2681. Дальше нажать кнопку «Join My Class», внести свое имя в список участников, ну и потом нажать «Create» и «Start». И после этого вы запустите игру, и самостоятельно, в режиме «Как вам удобно», можете в эту игру сейчас поиграть. Как это, ну вот как «Домашнее задание», вы можете прямо сейчас посмотреть, как это работает, а я расскажу, как это работает в режиме онлайн. Если у нас режим онлайн, то игра автоматически всех участников разобьет на две команды. Тут не по желанию, а просто вот как получается, в случайном порядке. И соревнование будет между двумя командами. При этом каждый будет отвечать со своего мобильного устройства. А общий банк будет вот у всей команды в целом, и все очки будут суммироваться между собой. Вот в отличие от «Кахута», принцип немножко другой, но тем она и интереснее, наверное. На сервисе есть большое количество викторин, в том числе и на русском языке. Вы можете не только свои запускать, но и использовать любые другие, какие вам понравятся. Давайте еще посмотрим один вариант. Сервис «Квизис». Очень часто спросят какие-нибудь сервисы предложить на русском языке, чтобы проще было в них работать. Вот, пожалуйста, сервис «Квизис» с 2016 года, он переведен на русский язык, и в нем теперь стало работать еще проще. Тот же самый конструктор, та же самая викторина с выбором верного ответа. Здесь все поля подписаны на русском языке, даже особенно объяснять не приходится. К каждому своему вопросу вы можете прикрепить картинку. Да что там к вопросу, вы можете к ответам тоже прикреплять картинки. Но вот с правой стороны, как это будет выглядеть на смартфоне, например. Ссылку я вам послала. Это ссылка для того, чтобы попробовать, как это происходит на самом деле. Точно так же, как и в «Кахуте», вы устанавливаете лимит времени 30 секунд, а как и в «Квизолайзе», вы можете эту игру давать как домашнее задание. По ссылке. Ну вот, пожалуйста. Если вы заинтересовались, можете прямо сейчас по этой ссылке перейти, ввести код игры 469-860 и нажать кнопку «Enter game». Ну, опять нужно представиться, хотя бы какой-нибудь никнейм себе придумать, а после этого у вас или на экране компьютера, или на смартфоне, смотря с чем вы сейчас находитесь, откроется список вопросов, и вы можете поиграть таким образом, посмотреть, как это работает. В чем еще такая фишка этого сервиса «Квизиса»? Здесь правильный и неправильный ответ еще иллюстрируются картинками. Называются эти картинки «Мемы». И в самом сервисе есть даже конструктор для создания таких «Мемов». Если вы не хотите использовать те, которые есть в сервисе, вы можете свои собственные придумать. Для этого загружайте свои какие-то смайлики, любые изображения, которые вам нравятся, делайте к ним подписи, смешные или не очень смешные, и подкрепляйте, прикрепляйте к своей викторине. И у вас плюс к викторине будут еще веселые, забавные смайлики с подбадривающими надписями «Молодец!» или «Не переживай, попробуй еще раз!» и так далее. Вот такая особенность у этой игры. Ну, конечно, игра больше рассчитана тоже на молодежную и на детскую аудиторию. Если вы хотите чего-то посерьезнее, то я предлагаю вам присмотреться вот к этому сервису. Сервис «Сокротив». Он во многих отношениях серьезней. Во-первых, потому что он и выглядит без лишних украшений, не слишком такой мультяшный стиль. Ну, и сам конструктор немножко посложнее будет. Вот, посмотрите, как он выглядит на экране сейчас. Ну, тут, в общем, тоже не очень сложно разбираться. Есть вопрос, есть варианты ответов. Правильный помечаем галочкой, как обычно. Можно добавить картинку и добавить объяснение, если хотите. Кроме вот таких вот стандартных вопросов, сервис «Сокротив» позволяет еще создавать вопросы типа «Правда» или «Ложь?» «Да» или «Нет». И еще вопросы, где нужно ввести правильный ответ буквами с клавиатурой или каким-то другим образом набрать этот ответ. Поэтому здесь немножко больше функций. Здесь есть функция командной, командного соревнования. И можно здесь же еще и голосование провести. Вот столько сразу много полезного в этом сервисе. Как это все работает? Ссылку я уже вам отправила. Это ссылка для того, чтобы попробовать в какую-нибудь викторинку поиграть. А сейчас я вам еще отправлю код этой самой викторине. Это игра по книжке «Алиса в стране чудес». Бесплатной версии не так уж много возможностей. Ну да, согласна. Здесь частично монетизированный сервис. Просто это хороший вариант. У меня часто спрашивают для вузовских, например, для студентов, для вузовских библиотек что-нибудь не такое веселое, как Кахут, а что-нибудь посерьезнее. Ну, я обычно вот сократить их предлагаю. Еще будет чуть позже второй сервис «Три Винте». Тоже можно попробовать. Он тоже немножко серьезнее. Но минимальных возможностей хватает, чтобы небольшие викторины создавать. Как работать? По ссылке проходите. Заводите вот этот вот код, который я вам послала. ML-220-L8P. Нажимаете «Join Room». Заходите в виртуальную комнату. Ну, как всегда, представляетесь. А дальше нажимаете «Дан». Присоединяйтесь к викторине, и можно попробовать поотвечать. Там викторина будет по «Алисе в стране чудес». Ну да, если несколько вкладок в компьютере открыто, то, может быть, немножко будут проблемы с загрузкой. Но так мы тестировали совсем недавно на конференции в Омске. Все эти приложения мы протестировали. Получилось, по-моему, очень неплохо. Все работало. Вот таким образом есть еще такой инструмент. Ну и еще. Тоже он не слишком мультяшный, тоже довольно серьезный. «Triventi» он называется. Здесь можно сразу, без всяких кодов, просмотреть викторину. Я вам сейчас ее прямо в чат так и отправлю. Вот она. Только нажимайте клавишу, которая называется «Просмотр». Если нажать «Запуск», то сервис попросит зарегистрироваться. А если вы у меня зарегистрированы, то можно через просмотр полюбопытствовать, как это выглядит, и поиграть. В чем особенность «Triventi»? «Triventi» тоже создает опросы с выбором правильного ответа. К ним можно прикреплять картинки, давать пояснения. У него есть еще такая особенность. Здесь можно давать подсказки игрокам, если они затрудняются. Далее. Что еще? Вот я в красную рамочку в самом верху выделила кнопку, которая называется «Пригласить других соавторов». Здесь вы можете коллективно создавать вопросы. Например, устроить какую-то совместную викторину с читателями и вместе с ними создать несколько вопросов. Каждый из участников будет отвечать за свой. Самое интересное, что каждый вопрос будет подписан. И сразу будет видно, кто автор того или другого вопроса. Сервис уже русифицирован, поэтому здесь работать тоже не очень сложно. Особых пояснений тут, наверное, и не надо. После того, как вы сохранили викторину, вы ее онлайн можете запустить на мероприятии. Она, как и хохот, только онлайн работает. Но у нее есть необычная такая особенность. Ну вот здесь кнопки для управления викториной. Ее можно просмотреть, как я уже сказала, можно запустить в режиме онлайна. Самое интересное, что на сервисе очень много разных викторин. Вы можете любую выбрать и сохранить ее себе в личном кабинете. И даже нам можно ее немножко поредактировать. Только вопросы удалить не получится, а вот добавить новые вы можете вполне. И вот таким образом можно использовать уже готовые какие-то решения у себя на мероприятиях. Что интересненького, если ее запускать на смартфоне и играть в режиме онлайн, то появляются вот такие кнопочки «Народ», «50 на 50» и «Подсказка». Но кнопка «Подсказка», соответственно, и вызывает какое-то всплывающее окошко с подсказкой, если вы заранее ее вписали. А вот что это за кнопки «Народ» и «50 на 50»? Кнопка «Народ» позволяет посмотреть, ну как в игре «Кто хочет стать миллионером». Позволяет посмотреть, как голосуют остальные участники. В процентах вам выведут на экран, вот как голосуют остальные. Вы сможете к ним либо присоединиться, либо нет. И «50 на 50» убирает неверные ответы. Вот таким образом это работает. Но это вот все в режиме онлайн, если вы запустите сразу на целую команду игроков. Так работает. Тоже интересный сервис, тоже стоит попробовать, уже посмотреть, что больше вам понравится. Ну и тут конкретный инструмент уже и использовать в работе. И еще один вариант. Ну уже это не создание таких вот специальных игр, хотя сервис «Ментиментер» тоже позволяет создать небольшие викторины. Но здесь викторины совсем небольшие, не более пяти вопросов можно создать. Больше всего этот сервис знаменит тем, что он позволяет создавать опросы в режиме онлайн. Например, прямо на мероприятиях. Напоминает это презентации «Пауэрпойнт». Вы открываете слайд на весь экран, и ваши читатели могут проголосовать за то или иное какое-то действие, мероприятие. Ну, в общем, за все, что угодно. Такой блиц-опрос. И прямо на экране будут видны результаты. Если хотите, можете сейчас попробовать это сделать. Я вам две ссылки в чат отправлю. Первая ссылка – это ссылка, собственно, на голосование. Здесь регистрация не нужна, голосование анонимное. Просто выбирайте тот вариант, который вам нравится. А вторая ссылка, сейчас я вам дам, – это сразу на результаты. Вот ссылка с результатами, она выводится на экран. И там в режиме онлайн все читатели могут сразу увидеть, как столбики, диаграммы поднимаются, опускаются вверх, в зависимости от того, как голосуют. Опрос такой. Как бы вы использовали мобильное устройство в библиотеке? Вы можете нажать и тут же посмотреть результаты. Увидите, что столбик с вашим ответом немножко подрастет. Все это выводится на экран, и сразу наглядно видно, какой вариант ответа всем больше понравился. Сервис очень простой. Просто нужно с ним зарегистрироваться, создать опрос, разместить его, сохранить, и вы получите ссылки для того, чтобы делиться со своими читателями. К сожалению, тоже сервис монетизированный. Тут функций бесплатных не так уж много. Например, маленькие викторинки создаются всего на 5 слайдов, опросы всего из двух слайдов. Но вот для моментальных опросов, один вопрос в течение мероприятия, вы можете сделать запросто, если очень быстро хотите узнать мнение своей аудитории. И они с мобильных устройств проголосуют. Вот те самые викторинки, о которых я говорила. Тут принцип тот же самый, как и в остальных сервисах. Вводите вопрос, варианты ответов, и зеленой кнопочкой отмечаете тот ответ, который верный. И тогда у вас участники будут не столбики видеть на экране, а вот такие вот галочки и крестики. Неправильные варианты крестиками, правильный вариант галочки. Да, согласна с вами, что для проведения рефлексии в конце урока, да, хорошо подходит. Да и вообще для опроса читателей, понравилось ли вам мероприятие, понравилась ли вам книга, ваши впечатления о книге. Да, нет, понравилось, нет. Тут много разных вариантов, как это можно использовать. Но, в общем, очень удобный и очень быстро работающий инструмент. Что еще можно сделать с помощью мобильных устройств? Ну, кроме викторин, кроме опросов, можно еще даже и презентации показывать на мобильных устройствах. Этот вариант, когда вы выводите презентацию на большой экран, и параллельно читатели еще могут, ну, или школьники, или читатели, могут с мобильных устройств эту презентацию просматривать. Вы меняете слайд на экране, и автоматически у них на мобильных устройствах тоже слайды меняются. Это удобно, если вы, например, выступаете перед большим залом, и не всем видно, что у вас на экране находится, либо сама презентация не очень удачная, буквы мелкие или что-то другое, картинки не очень четкие. Поэтому вот на смартфонах было бы удобно, наверное, читателям просматривать вместе за вами, держать презентацию у себя в кармане. Можно использовать и не только в этих условиях, для каких-то других целей. Например, у вас в техническом плане нет возможности на большой экран показывать презентацию, а вот транслировать на мобильные устройства можно. Работает это все в том же принципе. Вы сначала эту презентацию должны создать в браузере у себя, в сервисе. Называется это сервис Zitins. Создаете там презентацию, добавляете туда разные интерактивные объекты. И в самой презентации вы можете не только показывать картинки, видео. Если вы сейчас на экране видите, здесь вот весь функционал, что можно добавить в эту презентацию. Кроме обычных картинок, в том числе изображения Canva, здесь можно добавлять видео с YouTube, встраиваемые объекты по коду. Например, если у вас есть какая-нибудь встроенная инфографика или что-то другое, можно в саму презентацию это все добавить. Здесь можно добавить опросы различных типов. Чуть позже я покажу вам, как это выглядит. Вы можете пошагово, слайд за слайдом создавать, вот как в PowerPoint, а можно загрузить сразу готовую презентацию, если она у вас есть, в обычном PowerPoint формате или в PDF. И потом просто добавить туда необходимые интерактивные элементы, если они вам нужны. Давайте я вам покажу, как вариант, что у меня получилось в свое время. Презентация уже готовая была загружена, и сюда добавлено несколько интерактивностей. Если вы сейчас ее полистаете, то там можно посмотреть, эти интерактивности по ходу все будет понятно. Как это все работает? Ну вот, например, вы загрузили свою презентацию, она у вас по слайдам вот так разложилась. Нажимая на значок «плюс», вы можете добавить еще тут же либо новый слайд, либо какую-то интерактивность. Какие тут бывают интерактивности? Давайте смотреть. Вот они. Это различные типы опросов и голосований. Например, вот такие вот ручки. Вверх-вниз, одобрение, неодобрение, понравилось, либо нет. Викторина с выбором ответа, с одиночным или с множественным. Дальше. Оценивание по шкале. Это по звездочкам. То есть участников будет на смартфоне 5 звездочек, и они должны выделить, сколько звезд они, ну, за что-то проголосовать. Дальше. Можно выстроить по ранжиру от более значимого к менее значимому. Расположить по порядку элементы. Не обязательно по ранжиру выстраивать. Например, по хронологии или какие-то другие можно задания придумать. Можно устроить открытый опрос, где буквами надо будет вписывать ответ. Ну и, наконец, так называемое облако слов. Это ответы на вопрос будут транслироваться прямо в виде облако слов. Чем хороши эти интерактивы, они позволяют сразу, вот как только проголосовали, тут же результаты вышли на экран. Только читатели ответили, и тут же облако слов у вас на экране появляется. Его могут все увидеть и на экране, и на мобильных устройствах. Это здорово. Сразу такой онлайн-режим. Очень быстро и очень интересно. Сам сервис очень красочный, работать в нем несложно. Есть пошаговые инструкции. Поэтому можно попробовать, проэкспериментировать. Кроме этого, это еще не все его возможности, можно добавлять по ходу презентации комментарии. Вот вам что-то заинтересовало в этой презентации, вы хотите задать вопрос, выразить одобрение или наоборот неодобрение. Я вам дала сейчас ссылку, вы можете вот прямо сейчас что-нибудь прокомментировать. Это рабочая презентация, поэтому можно даже без регистрации это сейчас сделать. Есть кнопка Activity, вот она с синеньким выделенная облачка, такое речевое облачко. Вот, если вы его откроете рядом с презентацией, то увидите поле для комментариев, там можете подписать свое имя или никнейм, что-то написать и опубликовать пост. Тут же моментально это появится у вас в чате. И самое интересное, что докладчик это все видит, и если он захочет, то он комментарий может вывести на экран, его увидят все. Например, что-то важное вы решили добавить к презентации, докладчик это заметил, нажать кнопочку Display, и на весь экран ваш комментарий будет виден. Все его прочитают и на экране, и на мобильных устройствах. Вот так это работает. Ну, кроме этого, есть еще много разных других маленьких фишечек, об этом уже в пошаговой инструкции можно посмотреть. Докладчик может следить за действиями участников, что они делают, как голосуют и так далее. Статистика по просмотру, по голосованиям, вся она доступна в личном кабинете ведущего докладчика. Теперь о минусах этого сервиса. Он, конечно, не абсолютно бесплатный. Здесь можно создать 5 интерактивных презентаций, каждая на 25 участников, на 25 мобильных устройств. Для класса или для небольшого такого мероприятия можно попробовать. Аналог. Неопод. Этот сервис работает в режиме онлайн, точно так же вы загружаете сюда готовую презентацию, либо создаете ее прямо внутри сервиса с нуля, а далее добавляете точно так же разный интерактив. По возможностям примерно одинаковые сервисы, просто здесь задания немножко разные в одном и в другом, поэтому нужно выбирать, что вам больше здесь понравится. Давайте я вам покажу. Здесь несколько кнопочек. Вот «Add Slide» добавляет слайды в презентацию, и кнопка «Upload Files» загружает уже готовые. Опять-таки это формат либо PowerPoint обычный, либо PDF-документ. Сами презентации запускаются только в режиме онлайн, самим ведущим, вот так вот без регистрации их даже не посмотреть. Поэтому я взяла презентации, которые лежат на сайте для ознакомления, просто для того, чтобы посмотреть, как это выглядит. Они в основном все на английском языке, но здесь даже не обращая внимания на язык, можно посмотреть на возможности этого сервиса. Кроме обычных картинок, в эти презентации можно добавлять панорамные снимки. Вот я вам ссылку дала, это презентация, посвященная жизни моря, морские глубины. Так вот, там есть панорамная съемка морского пейзажа. Вы ее мышкой, либо если у вас мобильное устройство, пальчиком можете вращать вокруг своей оси, панорамную снимку рассматривать подробнее. Дальше там есть возможности, ну кроме видео, добавлять еще 3D-модели. Они есть в самом библиотеке сервиса, можно их добавлять. Здесь есть еще возможность рисования добавлять. Это уже интерактивность такая небольшая. Сейчас покажу. После того, как вы создали здесь презентацию, либо загрузили свою готовую, точно так же интерактивные элементы добавляются. Кнопочка называется Add Activity. Здесь немножко другой набор инструментов. Но Open Ended Question – это открытый вопрос. Matching Pairs – это создание пар. У вас несколько элементов, нужно их объединить в пары между собой. Например, подобрать писателя и его произведения. Обычный опрос с выбором правильного ответа квиз. Вот это то, о чем я говорила, Draw It – это режим рисования. Сервис в основном, конечно, сконцентрирован на обладателях планшетов, потому что на смартфоне рисовать не очень удобно пальчиком. Он слишком мелкий экран, поэтому больше этот сервис подойдет, если вы с планшетом работаете. Тогда вам понравится и рисовать в нем удобно, и буквы вводить, и на соответствие картинки выбирать. Есть еще одна интересная штука, называется она Collaborate. Вот как это выглядит. Если вы в эту презентацию добавите такой слайд, то у вас прямо внутри презентации будет виртуальная доска. Если вы уже работали с виртуальными досками, Padlet, например, может быть, Linoid или что-то подобное, то имейте представление. Это виртуальная доска для совместной работы. То есть все пользователи этой презентации могут на эту доску крепить стикеры с различной информацией, тексты, изображения, какие-то свои заметки добавлять. Ну, вот здесь доска в виде вот таких веселеньких стикеров, например. Так вы можете организовать какое-нибудь коллективное обсуждение прямо внутри презентации. То есть рассказывать, рассказывать, а потом неожиданно предложить что-то обсудить совместное, высказать свое мнение вот с помощью таких веселых стикеров, например. И у вас получается совместная работа всех, кто участвует в этой презентации. Это вот что касается сервиса Neapod. Сервис тоже довольно интересный. Мне он понравился, хотя я совсем недавно о нем узнала. Я думаю, его можно использовать в работе. Он довольно функциональный. Сервис тоже частично монетизирован. Здесь есть демо-версия на 30 дней. И вы можете 30 дней использовать весь функционал совершенно свободно и бесплатно. После 30 дней ряд функций будет уже не работать. Например, вот эта функция «Создай пару» вот она почему-то работать перестает после этого. Все остальные задания все так же работают. Даже Collaborate тоже работает. Ну вот такова воля создателей этого сервиса. Давайте еще посмотрим, как еще можно мобильное устройство применить в библиотеке. Наверняка вы все слышали о QR-кодах. Одно время это было очень известно. Об этом писали, говорили бесконечно много. Да, вот спасибо нам за разработку пара QR-квеста. И для тех, кто мало с ними знаком, я просто напомню, что QR-коды – это вот такие черные картинки, которые наверняка вы видели и в магазинах, и не только, и на книгах. Так называемые коды с зашифрованной в них информацией, картинки вот такие, которые считываются с помощью мобильных устройств. Но для этого на них должна быть установлена специальная программа для считывания этих кодов. Коды можно использовать в библиотеке бесконечно много. Можно давать справочную информацию, например, разместить различные отсылки на ваш сайт прямо внутри библиотеки, на стенах библиотеки развесить. И читатели могут попасть тут же, например, онлайн на ваш сайт, поработать с электронным каталогом со своего мобильного устройства, ну и что-то другое попробовать. Далее. Можно давать ссылки на скачивание электронных книг. Это сейчас очень популярно. Я знаю, в фойе многих областных библиотек сейчас размещаются такие большие баннеры, плакаты с QR-кодами. И читатели просто скачивают нужную им книгу и используют на своем мобильном устройстве. Можно использовать QR-коды как часть библиотечной выставки. Например, если вы хотите на выставке похвастаться своим буктрейлером, но его как не выставить, как обычно, как обычную книжку, а показать его хочется, вам поможет QR-код. Просто зашифруйте в QR-код ссылку на ваш буктрейлер, например, на канал YouTube. Читатели скачают, сочетают этот код с мобильного устройства и посмотрят ваш буктрейлер у себя на смартфоне, например. Большие возможности QR-коды открывают для рекламы. Во многих методичках, в различных публикациях библиотек QR-кодов много. Там и ссылки на сайты, и в блоге, и в группы библиотек. Многое-многое другое можно здесь зашифровать. Ну и, наконец, самое интересное, это, наверное, игры и квесты с помощью QR-кодов. Тоже можно очень много и подробно об этом разговаривать. QR-квесты уже давно проводятся. Огромная библиотека всевозможных QR-квестов. Если вы только заведете в поиск. А начиналось все довольно давно, наверное, лет 5 или 6 назад. Вот на портале Вики Сибириада был один из первых QR-квестов. Назывался он «Детективное расследование о кладе Стеньки Разина». Я уже этот пример проводила на одном из прошлых вебинаров. Здесь принцип игры был такой. Группа детективов должна была найти сокровища, спрятанные в городе Царицыне при Стеньке Разине. Вот с помощью QR-кодов они получали подсказки. По этим подсказкам двигались по нужному маршруту и пытались найти сокровища в зашифрованном месте. Так вот QR-коды могут давать подсказки по ходу квеста, например. Ну, один из вариантов. А вообще возможности для QR-кодов, конечно, очень большие в библиотеках. Сейчас их очень часто используют. Как же создаются QR-коды? Здесь все очень просто. В огромном количестве сервисов существует в интернете для создания и генерации этих кодов. Я вот наугад несколько ссылок достала с помощью поисковика. Есть обычные черные картинки, как мы привыкли видеть. Это первые две ссылки. Есть QR-коды цветные, в виде красивеньких. Вы причем можете и цвет выбрать, подходящий, например, под цвет вашей полиграфии. Если вы издаете какую-нибудь брошюру о библиотеке и ходите, чтобы он красиво вписался в ваш дизайн, можете цветной сделать. Есть еще так называемый динамический. Это тоже полезная вещь. Например, если вы уже какую-то печатную продукцию с QR-кодом сделали, и вдруг неожиданно у вас поменялось что-то в информации. Например, телефон изменился, часы работы, а вы в QR-код это все уже зашили, или адрес сайта у вас поменялся, и теперь этот QR-код получается бесполезен. На самом деле можно использовать динамический код, на сайте сгенерировать его, а потом он сохранится у вас в личном кабинете, и вы можете его по мере необходимости редактировать. Если, не дай бог, у вас что-то поменяется, вы просто отредактируете код, сама картинка останется, а информация будет более актуальна. Вот такая полезная вещь. Это что касается генерации. А как их считывать? Тоже есть программы и для андроидов, и для айпадов, айфонов. Вот с левой стороны у нас для Apple техники, с правой стороны считыватель QR-кода для андроида. Обе программы, приложения бесплатные, есть еще аналоги, они тоже в основном бесплатные. Любое из них вы можете установить на свое мобильное устройство и им пользоваться, считывая QR-коды. Таким образом, вы просто наводите свою веб-камеру на нужный вам код, открываете это приложение, и через веб-камеру код считывается. После этого открывается ссылка. Но чаще всего в QR-код именно ссылки зашифровывают. Открывается нужная вам ссылка с нужной информацией. Вот так это работает. Если продолжить тему квестов и различных виртуальных экскурсий, то смартфоны здесь тоже могут интересным образом поучаствовать. Есть такой интересный сервис, называется он Easy Travel. Последние несколько, года 3-4 о нем очень много говорят. Это сервис для создания аудиотуров или аудиовиртуальных экскурсий. Может быть, вы в каких-то музеях в центральных Москве, в Петербурге обращали внимание на значок Easy Travel рядом с какими-то экспонатами. Так вот, это приложение, если его скачать на свой смартфон, оно позволяет вам путешествовать по музею. Оно оснащено GPS-навигатором. Оно определяет ваше местопроложение в музее, возле какого экспоната вы находитесь. И если вы эту экскурсию включите, то она автоматически вам будет рассказывать о всех экспонатах, которые вам попадутся по вашему пути в музее. И вот у вас такой аудиотур в кармане будет. Более того, вы можете совершать экскурсии не в самом музее, а можете виртуально, прямо на сайте. Здесь собрано большое количество разных аудиотуров, аудиоэкскурсий. Вы можете любую из них открыть и послушать даже через компьютер, например. В том числе. Ну вот я наугад попросила какие-то аудиотуры по Мурманску, нашла вот, например, аудиотур на ледокол Ленин. Если кому-то интересно, могу вот ссылку упустить. И несколько ссылок просто на интересные, на мой взгляд, аудиотуры, чтобы посмотреть для примера, как это выглядит. Ну вот, например, наш Мурманский. Есть, например, путешествие интересное, такое ретро-путешествие. Называется оно «Путешествие с Клинской барышней XX века». По городу Клин можно попутешествовать. Для этого совсем не обязательно ехать в этот город. Вы можете прямо вот в браузере вашего компьютера открыть и прослушать этот аудиогид по точкам на карте. Любой аудиофрагмент в этом гиде привязывается к точке на карте. И вы можете, вот переходя от точки к точке, хотя бы так виртуально, уже иметь представление о той или иной достопримечательности. Вообще, Easy Travel – большая сейчас коллекция. Все самые знаменитые музеи здесь представлены. Вот, пожалуйста, аудиотуры по Третьяковской галерее, например. Есть большое количество библиотечных туров, библиотеки тоже не отстают. Ведь аудиотур можно создать не обязательно по каким-то сопримечательностям или музейным предметам. Можно и по библиотеке путешествовать, например, и по выставкам библиотечным. Сейчас здесь собрано более 60 аудиогидов по совершенно разным библиотекам, начиная от областных, федерального уровня и заканчивая небольшими филиалами, которым есть о чем рассказать. Это тоже интересно. Например, целый аудиотур можно создать даже по одной выставке. Если она у вас очень интересная, то вы можете фотографии экспонатов разместить, а дальше, расставив их в нужной последовательности, к каждому экспонату покрепить аудиоисторию. И у вас будет аудиогид по выставке. Вот таким образом. Ну вот, пожалуйста, выставка дневники повседневности, как это может выглядеть. Вы запускаете, здесь ряд экспонатов, как вы видите, представлено. Щелкая мышка и вы получаете представление о каждом экспонате. Как это сделать самому? Достаточно зарегистрироваться в сервисе, он на русском языке. Опять перед нами конструктор. Вы заводите описание, конечно, вашего аудиотура, название ему придумываете. Дальше вам нужно выбрать какие-то точки вашей видеоэкскурсии. Да, вот спасибо, нам подсказка дошла. Спасибо. И каждой этой точке на карте, либо какая-то точка в вашей библиотеке, вы прикрепляете небольшой аудиофрагмент. Вот шаблон для аудиофрагмента. Название этого фрагмента, описание. Дальше вы аудио либо загружаете с компьютера, либо можно заказать профессиональную озвучку, если финансы это позволяют сделать. Но чаще всего библиотекари озвучивают сами. Записывают на микрофон аудио, потом загружают с компьютера. Более того, чтобы читателю было интереснее путешествовать, можно еще и викторину добавить. Здесь она очень простая, просто вопрос, несколько вариантов ответов, один из них верный. И по ходу читатель не только прослушал какую-то историю, но потом еще и получил возможность поучаствовать в викторине, проверить, насколько он внимательный был слушателем в этом смысле. Если вы хотите сэзи-тревел попробовать, то можно начинать с аудио-туров. Это, наверное, самое простое, что есть в этом сервисе. Если вы уже попробовали, вам понравилось, можно более высокий уровень переходить. Это создание квестов. С квестами тут не все просто. Во-первых, потому что квесты вот так просто не просматриваются в браузере, как экскурсии. Я вам просто ссылки могу дать, но в любом случае они будут работать только с мобильных устройств. И приложение нужно для этого сначала скачать. Ну вот, например, ссылки «Байки старого Арбата» и ссылка «Мастер и Маргарита» – это все аудио-туры по Москве. Вернее, даже не аудио-туры, а квесты. Чем квест отличается от аудио-тура? Здесь весь интерес в самом поиске маршрута. Если в виртуальной экскурсии все точки изначально открыты, и вы сразу уже представляете свой маршрут, то в квесте вы видите только первую точку. А дальше вам нужно на нее прийти. Изитревел увидит, что вы на точке, и даст вам подсказку, точнее даже не подсказку, а предложит вам вопрос. Ответив правильно на этот вопрос, вы получаете маршрут следования, и следующая точка на карте вам открывается, и вы к ней двигаетесь. Вот таким образом от точки к точке, переходя, вы проходите весь маршрут от начала до конца, ну и в конце вас, наверное, ждет какой-то приятный бонус. Можно провести так мероприятие для библиотеки, либо вы можете самостоятельно предложить читателям это сделать, либо ходить вместе с ними, как городской квест, например, по улицам города. Мы в свое время пытались тоже сделать квест с разной степенью удачности. Вот мы делали квест по местам произведений мурманского писателя Николая Блинова. Обозначили несколько точек на карте, они серыми круглыми такими картинками на карте обозначены. Это вот те самые точки, в которых задаются вопросы. Далее, между ними вот такие серые прямоугольники. Что это? Это так называемая триггер-зона. Пока вы идете от одной точки к другой, приложение может просто молчать, но это не очень интересно. А можно небольшую аудиоисторию по ходу вам рассказывать. И тогда вы, когда пройдете на точку, вы уже будете немножко в курсе событий, и даже эта история по ходу, которую вы послушали, поможет вам лучше ответить на вопрос. Называются эти триггер-зоны. Вот есть точка на карте, между ними триггер-зона, и каждому из этих элементов какая-то аудиоистория прикрепляется. Например, рассказ об улице, по которой вы движетесь. Приходите на точку, а там у вас аудиоистория, например, о памятнике, который здесь находится. А дальше следом вопрос векторины про этот памятник. Ответили верно, двигайтесь дальше. Здесь несколько попыток правильных ответов. Сразу скажу, что пока правильно не ответите, сервис вас дальше не пустит. Но в любом случае вы будете до конца отвечать на все вопросы. Но, правда, баллы будут начисляться. Чем больше попыток, тем меньше баллов вы получаете. Такое соревнование можно устроить сразу среди нескольких команд. Кто больше завоюет в итоге баллов, тот и станет победителем в квесте. Трудно в чем здесь? Во-первых, это очень скрупулезно все по карте высчитывается. Эти точки очень аккуратно наносятся. Самое главное их не сдвигать после того, как все это сделали. Обязательно сохраняться, потому что жалко, если что-то пропадет. Будет обидно. И самое главное, после того, как вы сконструировали квест, нужно самим его пройти с мобильным устройством и проверить, чтобы на всех точках все включалось и работало как надо. Потому что, к сожалению, техника может иногда и подвести. И вот тогда читатели вам скажут спасибо. С удовольствием пойдут путешествовать по вашим аудиоквестам. Ну, давайте еще поговорим, если у нас смартфон находится в руках библиотекаря. Как его можно использовать в работе библиотеки? Что интересного можно с ними сделать уже самому библиотекарю? Конечно, это работа в социальных сетях. Сейчас уже это даже не обсуждается. Уже во многих должностных инструкциях у библиотекарей написана работа в социальных сетях и продвижение библиотеки в группах либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке, либо в Твиттере, либо в Инстаграме. Уже написаны целые книги, например, как продвигать библиотеку в Твиттер. Поэтому об этом можно много не говорить. Самое замечательное, что у всех этих социальных сетей есть мобильные приложения, и вы можете тут же, совершенно не подключаясь к компьютеру, вести, например, репортажи со своих мероприятий, фотографии публиковать в социальных сетях, очень быстро давать какие-то объявления. Например, через Твиттер. Хотя он уже немножко утратился, его популярность, но, тем не менее, по-прежнему пользуется в библиотечной среде успехом. Здесь размещают и анонсы, и ссылки на интересные публикации, и информацию о разных знаменательных датах, например, там, сегодня день рождения Деда Мороза. Ссылки на какие-то интересные викторины, на игровой контент и многое-многое другое. Единственное, что ограничение Твиттера, напомню вам, здесь ограниченное количество символов, которые можно использовать, поэтому здесь самая главная краткость. Хотя Твиттер, конечно же, уступил, наверное, уже по популярности аккаунту Инстаграм. Тоже социальная сеть, которая позволяет бесплатно публиковать фотографии, видеозаписи, применять к ним различные фильтры и распространять их, как только это возможно. Все больше библиотеки обзаводятся аккаунтами в Инстаграмах, публикуют здесь фотографии с мероприятий, встречи с писателями, библиотечные интерьеры фотографируют, разные выставки интересные. Конечно, читатели присоединяются, лайкают, оставляют свои комментарии, это все замечательно. А что еще необычного можно сделать? Я вот несколько идей подсмотрела уже у зарубежных библиотек. Например, вот Нью-Йоркская публичная библиотека публикует и карточки с интересными поисковыми запросами читателей, например. Причем у них публикации такие раз в недельные, скажем так. По понедельникам вот они лукавые запросы читателей публикуют, самые интересные, либо такие веселые. По вторникам они публикуют цитаты великих людей. По средам они, например, публикуют вот известное такое развлечение, правда, наверное, у него есть какое-то название, когда нужно совместить своего человека и фотографию на книжке, вот как с левой стороны на слайде. И это все сфотографировать, полученный результат выложить в сети. Наверное, это уже как-то называется. Ну вот такие фотографии они публикуют. Дальше. В Великобритании национальная библиотека, у них очень много разных ценных книг, уникальных экспонатов. Они их фотографируют и выкладывают в Инстаграме, популяризируя свои фонды. В австралийской библиотеке есть целый корпоративный герой, вот такой мальчик в очках. Его фотографируют на фоне разных библиотечных выставок, он отвечает на вопросы читателей, что-то комментирует, рекомендует и так далее. Можно и так придумать себе какого-нибудь корпоративного человечка. Что еще? Ну вот тоже, наверное, утрачивает уже популярность Перископ, но тем не менее скажу все равно о нем несколько слов. Это сервис, который позволяет вести онлайн-трансляции. Например, можно онлайн-экскурсию по выставке, либо онлайн-трансляцию с мероприятий, ну с той же самой библионочи, например. И вы все это выкладываете в сеть, подключаются к Перископу у зрителей, и в режиме онлайн могут просматривать ваши мероприятия. Сервис бесплатный. Единственное, что нужно приложение, конечно, установить на телефон. Можно подписываться на трансляции, следить за трансляциями, на какие-то аккаунты подписаться, если вам интересно. Одно время вот Государственный исторический музей очень много публиковался в Перископе. Вот я нашла их аккаунт. Если вам интересно, как это выглядит, сейчас пару ссылок еще в чат добавлю. Ну вот это их основной канал, а есть еще вот, например, онлайн-трансляции. Снимается это все на мобильный телефон и тут же выкладывается в сеть. Перископ с 2015 года существует, пока еще функционирует, хотя, может, уже не такой популярный, как раньше. Но все дело в том, что сейчас многие социальные сети запускают функцию онлайн-трансляции. Тот же самый Facebook позволяет это сделать. И не надо устанавливать дополнительных приложений. Достаточно ввести трансляцию со своего аккаунта, например, и распространять это через Facebook. Такой вариант тоже возможен. Прямые трансляции, может быть, не такое популярное дело среди библиотекарей, но если необходимо, можно попробовать. Что еще? А еще в заключении я вам хочу рассказать о том, как с помощью мобильных устройств можно создавать интересные информационные продукты. Конечно, очень такие суперхудожественные вещи, может быть, и не получится на мобильном создать, но тем не менее, что-то очень несложное и быстрое можно. Называется это все мобильным старителлингом. Может быть, слышали это слово, старителлинг переводится как искусство рассказывания историй. Это цифровые истории, как правило, на основе фотографий, аудио, которые рассказывают какую-то необычную историю с какими-то персонажами. Есть несколько сервисов, которые позволяют это сделать не только через компьютер, но и через мобильные устройства, через планшеты, либо через телефон даже. Один из них называется Voice Read. Это относительно бесплатное приложение. Оно работает и как приложение, и как веб-сервис. Сейчас, минутку. Я отправлю ссылку и отвечу на вопрос. Можно презентацию скинуть. А вы можете прямо сейчас эту презентацию скачать с папки ресурса, если вы не с телефона, конечно. А если вы с телефона находитесь, то тогда после мероприятия можете написать мне по электронной почте. Просто мне из чата очень сложно ссылки доставать с вашими адресами. Я не все их могу увидеть. Поэтому, если вас не затруднит, напишите мне на адрес электронной почты, если не получится скачать. И я вам вышлю. Ну вот, отвлеклась немножко. Возвращаясь к Voice Read. Сервис для создания аудиоистории на основе фотографий или слайдов. Вы можете загружать картинки, слайды PowerPoint и к ним добавлять разные. На последнем слайде будет адрес моей электронной почты. Сейчас мы дойдем до конца. Тут немножко осталось. И дальше вы к этим картинкам добавляете либо текстовые комментарии, либо звуковые. Вот я вам ссылочку дала. Например, мы так озвучивали детские рисунки. Сказка «Поморская народная сказка. Мышкин кораблик». Мы ее озвучили вместе с учениками про гимназии 61 Мурманска. И вот на этом сервисе сделали это. Правда, делали мы это на браузерной версии в компьютере, но есть версия и для мобильных устройств. И такие простые картинки вы можете озвучивать прямо в нем. Что здесь можно? 50 работ. Можно создать 250 мегабайтов для хранения всех ваших картинок. Звуковой комментарий может длиться 3 минуты, а еще можно добавлять видеокомментарий. Если у вас веб-камера есть на мобильном устройстве, то вы можете с помощью веб-камеры добавить комментарий. И тогда он будет до 30 минут длиной. Вот таким образом это работает. Очень интересный и несложный для работы сервис. К тому же есть еще инструкция. Еще один сервис «Теллер». Он тоже для создания историй, но здесь уже без звука, здесь уже на основе фотографии и простой анимации. Ну вот ссылочку вам покажу, как это выглядит. В браузере может быть не так эффектно, а на мобильных устройствах, наверное, будет смотреться интересно. Приложение 2014 года. Здесь есть варианты макетов, как вы видите, разнообразные. Есть фильтры. Вы загружаете свои фотографии, выбираете нужные макеты, фильтры, и у вас вот сервис достаточно умный, он сразу вам предложит варианты, как оформить вашу фотографию. И вы получаете небольшие такие истории. Есть еще и функция анимации, можно добавить небольшой текст. 20 фотографий можно взять и такую маленькую историю создать. Например, фотоальбом о проведенном мероприятии, какой-то интересный фотоотчет для читателей в Инстаграм, что-нибудь еще другое. Ну, в общем, тут возможностей очень много. А сервис интересный и самое главное, что бесплатный. На 20 слайтов бесплатно. Ну и третий вариант, тоже цифрового сторителлинга, тоже на основе фотографий. Еще более сложный, но еще более интересный. Примеры, к сожалению, на английском нашла, на русском пока я его еще не освоила, пока это все впереди. Называется сервис Adobe Spark. Сервис ориентирован на устройство Apple, но не стоит расстраиваться, у него есть веб-версия для обычного компьютера. Если вам очень понравился, вы можете в компьютере сделать. Здесь создаются небольшие презентации с эффектами анимации. Еще можно создать различную графику, например, для социальных сетей, для Facebook, Twitter, YouTube, оформить картинки. А можно вот такие анимированные видеоролики создавать с текстами, с картинками. Готовыми решениями можно поделиться в социальных сетях. Сервис тоже достаточно умный. Здесь много фильтров, как вы видите. Можно выбирать цветовые гаммы, различный дизайн, шрифты, подбирать различные виньетки, фильтры. В общем, очень большой список, чего здесь можно использовать. Все это обрабатывается, как в программе PowerPoint, по слайдово все это работает. Можно какие-то темы уже готовые. Если вам не хочется вручную все подбирать, есть готовые шаблоны. Вы их просто наполняете своим содержанием. Ну и после этого у вас все сохраняется в личном кабинете. Вы на ваше видео, например, можете получить ссылку и распространить его в социальных сетях. Либо одно время здесь можно было его бесплатно скачать. Насколько я поняла, сервис пока не монетизировался и скачать все еще можно. Вот таким образом работает такой сервис. Небольшие видеоролики, скажем так, на мобильных устройствах. Ну и продолжая тему видеороликов, еще одно приложение, но это уже исключительно для iPad. Называется это приложение «Объясняшки». О нем тоже много говорить не надо, потому что о нем уже много что сказано. Наша российская разработка устанавливается на iPad. Вы рисуете небольшой видеоролик, накладываете на него озвучку. Все это синхронизируется и получается маленький буктрейлер, рекламный ролик. Все, что вы хотите выполнить. Приложение сейчас стало бесплатным. Его можно совершенно спокойно скачать на официальном сайте разработчиков. Но, к сожалению, только для iPad. Хотя очень красиво все получается. Называется это техника скрайбинг. Когда у нас по ходу истории рисуется одновременно еще и картинка. И вы одновременно слушаете аудио и наблюдаете за тем, как рождается картинка. Вот таким образом. Здесь я перечислила, конечно, не все мобильные приложения, инструменты, их намного больше. Выбрала те, которые мне показались наиболее интересными, доступными для освоения. Если у вас какие-то вопросы сейчас возникли, можно еще в чате мне их задать. Если пока вопросов нет, но появятся. Вот кто-то спрашивал адрес электронной почты. Елена Алексеевна, вот, пожалуйста, адрес электронной почты, где можно написать. Меня можно найти в блоге «Роза ветров север» и в группе на фейсбуке «КТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей». Вот на этом все, что я хотела и планировала рассказать о мобильных устройствах, я закончила. Спасибо вам большое за то, что пришли в столь поздний час. Очень рада, что вы с нами. Надеюсь, следующий вебинар у нас пройдет в стандартном режиме. Спасибо вам большое за внимание. Жду уже на следующий вебинар. Продолжение следует... Давайте быстро-быстро это сделаю, пока вы не разошлись. В конце нашего чата поместил вот эту вот информацию. Завтра у нас вебинар Дмитрия Кирьянова. Как выбрать платформу для вебинара. В пятницу вебинар Анны Ивановой, выпускающего редактора компании «Директ Медиа». «Директ Медиа 2019. Новый подход к изданию книг». Вебинар для авторов и преподавателей вузов. Ну и, наконец, в понедельник, 18 февраля, ведущий эксперт в области вебинарной деятельности Лариса Бух проведет вебинар «Мужское и женское. Гендерные особенности слушателей вебинаров». Ну и я надеюсь, что Марина вам сегодня в начале нашего вебинара сказала. А я повторюсь, что мы вот прямо с сегодняшнего числа, вы первые, кто об этом узнаете, начинаем, публикуем информацию о том, что у Марины в скором времени, где-нибудь, наверное, в апреле будет курс. Да, да, мы оба напечатали эту ссылку. Будет курс, уже такой серьезный курс с обучением, который будет называться «Информационные системы в библиотеке и не только». Вот, вебинар, да, будет сохранен, как всегда, он появится на нашем видеоканале в YouTube примерно через день. Вот, ну что ж, на этом я с вами тоже прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. До свидания.